Организаторы заявили, что в сегодняшнее непростое время такие турниры обрели еще большую важность, поскольку любой участник это почти готовый оператор беспилотного летательного аппарата. Иван Кузьмин побывал на соревнованиях. Почти каждый мужчина мечтает иметь радиоуправляемый самолет. Для участников сегодняшних соревнований мечта давно стала реальностью. Состязание серьезное, от операторов требуется не просто не уронить свою птичку, но и выполнить фигуры высшего пилотажа. Победитель в одной из номинаций начинающий конструктор Султан Гизятов. Мальчик занимается всего пять месяцев, но первые его результаты впечатляющие. Это первая твоя награда? Да. Как ощущения, когда ты поднимался на Медестал? Ну, я думаю, это не я, я думаю, это кто-то другой. Не верилось, то есть, да, сначала даже? Его наставник, потомственный авиамоделист Артем Шеботнев, также получил награду за лучшее выступление своей команды. Педагог уверен, что навыки, которые получают дети в его кружке, пригодятся его вполне приземленных вещах. В самолете это тонкая работа, а в дальнейшем это даже при установке, например, тех же самых деревянных доверей, подгонка наличников, это все как бы он уже замечает. Не знаю, да, газомер уже, то есть, настраивается. В сегодняшнем турнире участвуют не только мальчики, но и юные представительницы прекрасного пола. Я однажды заметила, как начинают запускать самолеты, которые мне очень нравятся. Я решила попробовать, посмотреть. И как, получается? Да. Каждый участник соревнований практически готовый оператор беспилотного летательного аппарата. Причем юных спортсменов учат не только управлять троном, но и разбираться в их электронной начинке. Занятие в таких кружках часто определяет всю дальнейшую жизнь юных конструкторов. Многие из них идут в технические вузы, потому что беспилотный летательный аппарат, это связано и с программированием, и с робототехникой. Это, по сути дела, летающий робот. В сегодняшнем состязании участвовали более сотни спортсменов из 30 команд со всей республики. Иван Кузьмин, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир.